Приветствую вас. Начать стоит с того, чтобы несколько более четко сформулировать запрос, который у вас есть к нам, к психологам. Потому что не очень понятно. Вы говорите о том, что мужчина отношений не хочет. Говорит, что хочет отучиться, сходить в армию и так далее. Но если вы говорите, что вы его любите, вы хотите сделать человека счастливым. А если вы хотите сделать человека счастливым, то вас, по идее, вполне любимо устроит то, что он хочет. потому что это то, что важно ему. Вы же говорите, что это очень долго, и так далее, и так далее, и так далее. Вы пишите, что это всё очень долго, долго ждать его, и так далее. Так о ком вы думаете? О себе или о нём? Вы говорите, что вслескал, вслескал с него по уши. А что это за чувства? Вот. Понимаете? Всё это за чувства. То есть здесь вот нужно для начала исследовать ваши чувства. То есть вот вы говорите, что это очень долго, это очень долго для вас. Вы хотите, чтобы он предложил отношения, хотите всё бросить и приехать к нему, чтобы что, зачем? А как же вы, Александр? Получается, что вы готовы себя потерять. Получается, что вы готовы, по сути, принести себя в жертву. Как это мне, по крайней мере, видеть. Вот. А это, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Вот. Вот. Такая вот история. То есть тут, либо у вас не любовь, да? А что-то другое. Либо вы недостаточно реализованы сами, что готовы всё бросить и переехать к нему. То есть, ну это вот момент такой, да, что, получается, вам не особо важно, чем вы занимаетесь. Вот. Это вот очень важная история, которую вам необходимо, значит, для себя скорректировать. Дальше, значит, вы говорите, как на него повлиять. То есть, по сути, если я правильно вас понял, вы хотите, чтобы человек насильно сделал, сделал, то есть сделал против своей воли то, что, ну вот, то, что вам хочется. Вот. В таком случае, если вы этого хотите, его необходимо замотивировать. Человек. Вот человека необходимо замотивировать, чтобы у него был мотив делать что-то для вас. Человек. Вот и всё. То есть, вы говорите, что, хочу, чтобы он, там, к примеру, ну, предложил мне отношения. Хорошо. Выходите, чтобы он предложил вам отношения. Так, дайте ему цель этого. То есть, какой ему резон предлагать вам отношения. Зачем ему это делать? Если у него, в принципе, и так всё хорошо. Если его и так, в принципе, всё устраивает. Значит, нужно найти мотив. Мотив, который, вот, помог бы ему, да, дал бы, дал бы ему, значит, возможность, да, предложить вам отношения. Ну, вот так. Пока вы не видите. Пока вы не увидите. Зачем. Человеку предлагать вам отношения. Ну, вообще ничего не получится. К сожалению. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Исходя именно из того, что вы пишете. То есть поймите, поймите, что у человека должна быть мотивация. Вот. Пока у него этой мотивации нет, он вам отношения не предложит. Для выстраивания более качественных отношений, вот. Я бы порекомендовал вам определить, почему вы так хотите. Отношения. Почему вам так важно, чтобы он предложил вам отношения. на сколько вы самодостаточны, реализованы. И что представляет из себя ваше, ну, ваше чувство, ваша, допустим, любовь, к примеру и так далее. То есть, это вот очень важный момент. Если вы хотите чего-то для себя, если вам нужно что-то для себя, то это вот то, что... Вам необходимо так же проработать. Вот. Потому что в таком случае вы, как бы, за счет человека, пытается реализовать, ну, свои желания, свои преданности, а это далеко-далеко не лучший расклад. Вот. Вот. Которые вам, которые позволят вам выстроить адекватные отношения. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Думайте о себе побольше. Определите, что вы хотите для своего молодого человека. Вот. Определите, насколько он для вас значим и чем он для вас значим. Ну, почему он для вас значим. Вот. И, соответственно, я думаю, что это стало бы неплохим началом. Таким, для того, чтобы устраивать все-таки отношения, ну, более конструктивные, более здоровые, более независимые, если угодно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!